Продолжение следует... Продолжение следует... 25 выпускников нашей школы, сдавая экзамен в форме ЕГЭ, подтвердили свой результат и получили все 100% аттестат о среднем полном общем образовании. В копилку школы вложены три золотые медали и одна серебряная медаль. Вправление этой инициативы это изменение инфраструктуры образовательных учреждений. Но школа наша имеет свое здание, но тем не менее нужно будет изменять содержание. Сегодня самая главная задача, которая стоит перед руководством школы, перед управляющим советом нашей школы, это обеспечить безопасность образовательного процесса нашего образовательного учреждения. И это будет сделано в этом учебном году. Это прежде всего для сохранения здоровья детей, ремонт медицинского блока, ремонт нашей столовой. Сегодня 41 первоклассник впервые переступит порог нашей школы. И я хочу заверить вас, уважаемые родители, ваших детей сегодня ведут одни из лучших учителей нашего образовательного учреждения. Нашим пятиклассникам, которые сегодня перешагнули ступень в среднее звено, хотелось бы пожелать удачи, дерзаний и подтвердить тот результат, с каким они окончили начальную школу. Ну и наши выпускники, одиннадцатиклассники, что ж, вы прекрасно знаете, что с прошлого учебного года сдачи экзамена в форме единого государственного экзамена вошло в штатный режим. И я надеюсь, вы оправдаете своих учителей, свою школу, удвольный лист за отличный успех в изучении отдельным нашим ученикам, которые весь год трудились только на пять. По хвойным листам за отличные успехи в учении награждаться наших первоклассников, потому что медалисты уходят в большое плавание, в нашу большую жизнь, а наши первочки приходят, чтобы достойную смену им, будем говорить, создать. Итак, приглашается на ковжиственную линейку первый А-класс с учителем высшей категории Мискаловой Ольгой Дмитриевной. Приглашается на линейку первый Б-класс с учителем первой категории Мискаловой Ольгой Дмитриевной. Встречаем! Дорогие ребята, какой же праздник без гостей! На нашем празднике присутствует председатель управляющего совета школы, начальник управления капитального строительства и ремонта Петр Ильич Кузнецов. Главный специалист управления муниципальных закупок Надежда Николаевна Жарикова. Ведущий специалист управления образования Ирина Николаевна Брежнева. Представители кондитерской фабрики «Славянка». Дорогие ребята, на нашей линейке присутствуют также представители ЗАО корпорации «Грипп гипермаркета «Виния». На празднике наших стоят малыши. Впервые они в эту школу пришли. А рядом стоят старшеклассники. Наши одиннадцатиклассники. Первоклассники, а теперь ушки на макушке и слушайте внимательно. Вот пришел желанный час, ты зачислен первый класс. Ты, дружок, послушай нас, мы дадим тебе наказ. Ты должен научиться читать, писать, посчитать и все всегда на пять. Аккуратен, вежлив будь, будь здоровым не забудь. Должен знать и на отлично. Браться в школе неприлично. Чтобы был всегда ты весел, больше будет хороший песен. Чтобы был всегда здоров, в сказке есть пиры снова. Слушай маму, слушай папу, подавай так все еще лапы. Всем о школе расскажи. Честью школы дорожи. Содержи всегда в порядке книжки, прописи, тетрадки. Школа всегда смотрит на мир с высоты. Здесь ваши песни начало, здесь расцветают мечты. Голос откроет страницу в жизненной книге большой. Научит росту с эльцемицией. Из-за колярса душой. На такие первоклассники вступают на первую. На такие первоклассники вступают на длинную. И просто на здоровую силу. Получат чудо. Получат первую, четверку. И проведут все за первый бой. Надеемся, что эта дорога будет для них веселая. Здесь вас научат множеству премудрости. Решать задачи, правильно писать. Научат не бояться трудностей. И книги умные читать. Уважаемые выпускники 11 класса. Поздравьте первоклассников. Ребята, покажите, какие наказы вы приготовили для первоклассников, чтобы они в течение этого года стремились быть лучшими. Вот какие мишки. Ну а где аплодисменты? Это первая подарка на первоклассников. Сейчас для поздравления я хочу предоставить слово главному специалисту Управления образования Мире Николаевне Премьевне. Дорогие ребята, уважаемые родители, педагоги, от имени Управления образования все вечно и искренне поздравляю вас с праздником первого звонка и Днем Знания. Этот праздник один из самых торжественных и поволнующих дней в ладу, прошедшие через судьбу каждого из нас. Сегодня 58 школ Сараскольского городского округа распахнут двери, чтобы принять своих стены учеников и за кем стоит будущее нашего региона, нашей страны. Желаю учащимся успехов на пуды к знаниям, а учителям здоровья и терпения в нелегком деле воспитания подрастающего поколения. Главное никогда не останавливаться на достигнутом, не терять подростки духов и верности в завтрашние дни. Мои осуществления поздравления сегодня тем, для кого этот праздник проходит впервые первоклассникам. Они сегодня герои дня. Для них впервые прозвенит школьный звонок. У них начинается новая, прекрасная и захватывающая школьная жизнь. Добрый путь, ребята! По трудной, но счастливой дороге добра и открытии. Добрый путь! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выполнить такая сегодня миссия поздравить и направить почетные грамоты Шамарку Валентину Егоровну, учителя иностранного языка, муниципального образовательного учреждения, среднеобразовательного школы номер 25, замнолетний труд, эффективную организацию учебно-воспитательного процесса в школе и личный вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения в городе Старый Осколк. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще работа нуждается Валентина Егоровна за профессиональное мастерство преподавательской деятельности и инновационно-вудотворную работу по воспитанию и обучению школьников Староскольского городского округа. Уважаемые родители, ребята! Валентина Егоровна 50 лет отработала в народном образовании. Давайте поздравим ее с таким многолетним стадом! Это золотой юбилей! И сейчас слово для поздравления мы хотим предоставить воспитанникам Дома детства! А где аплодисменты? 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Все волнует вас сейчас. Дорогие малыши, знаем, вы готовились рассказать свои стихи. Вы уже настроились? Первый класс, не слышишь? Настроились? Да! Одиннадцатый класс, пожалуйста, выпускницы. Да! Итак, приветствуем наших первоклассников. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы что, руки пережёте писать? АПЛОДИСМЕНТЫ Я школьница, учусь. И вот мой класс, мой первый класс. Я буду в нём учиться. За это слово из меня директор может получить. АПЛОДИСМЕНТЫ Месяц, два тому назад мы ходили в детский сад. Много ели, много ели. Очень вырасти хотели. Инженеры и врачи, как монасты и врачи. Все ходили в первый класс. Точно так, как мы сейчас. Я сегодня рада стала, поскорее портфель достала. Должен с лидического дня быть в порядок у меня. Наконец, делись мечты. Впереди учёба. Всюду яркий, где мы селуемся в будущем. Мы должны теперь учиться. Давайте учиться. Мы должны теперь учиться. Мы должны помогать. Мы поддержим нашу первоглазницу. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы должны попасть в порядок учитывая. Мы должны позвать на себя, что они могут везде пригодить. Скажи скорее, я буду стараться учиться всему, я буду очень стараться учиться, чтобы школа вода вам угодить. Дорогие ребята, Денис, подождите. Вот так у нас торопятся ребята, выпускники, за знаниями. Ну что, уважаемые выпускники, всем хватило первоклассников? Первый А-класс под руководством Ольги Дмитриевны Нескаловой. Ребята, добрый путь вам! Удачи и успехов! Первый А-класс под руководством Ольги Дмитриевны Нескаловой. Удачи вам! Школа города Старый Осколок, самую любимую школу, где любят вас, ждут вас и ожидают от вас самых замечательных знаний. Знаний школы номер двадцать пять. Вот ласковое солнышко вчера я посвятила за него домой. За прямого я стоила вот этот лучик. А лучик этот волшебный. Дело в том, что придя в школу, а одна из вас хочет себя как-то представить. Вот лучик попал ко мне. И я знакомлюсь с вами для всех, кто забыл подзовывать вашу учительницу. Вашу учительницу зовут меня Ольга Дмитриевна. А я тоже, возможно, вдруг забыла кого-то из вас. Или кто-то другушку подзабыл. Может, всякое было. Вот как мы на линейке растерялись, да? Поэтому сейчас передавая волшебной лучик, вы громко называете свое имя. Эрика. Эрика. Артём. И ты больше. Найки. Громко. 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 Как вы? Родители, перейдите на другой ряду. Заходите. Андрей. 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 Я вам поздравляю за тебя. Дай здоровья. Чтобы у вас все было. Громко. 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 Диана, чего ты поворачиваешься? Диана. Очень замечательно. Я послушивала под меня. Ваня. Громко. Громко. Даша. Передавай Дашу дальше. Берите- вот прям быстренько. Маша. Аня, Никита, Саша. Замечательно. А это, вот я вот так вот, прям лучиком. Это кто? Вот это вот кто? Кто, ребята, вот это все? Не слышу. Ребята, вот лучик побывал у каждого из вас в руках, да? Это кажется, много бы лучиков, мы бы не познакомились. Но все лучики образуют одно, что? Солнышко. Правильно. А солнышко, оно будет освещать нас на учебный путь. А сейчас, ребята, пока были на линейке листики, у вас самый любознательный мальчишка. Я даже не знаю, как он сюда попал. Как вы думаете, кто это? Родители, подсказывайте. Буратино, правильно. Посмотрите, как шпуток. Родители, вы мне подсказывайте, потому что дети что-то оробковато немного. Вы могли ли, чтобы мы объясним так? Так, Буратино, смотрите, как он интересно на вас смотрит. Не случайно. Я думаю, что он что-то тут придумал. А я знаю. Мы попробуем говорить. Он забрался в класс и нашел самую заветную дверцу в страну. Только я попробую. Вот она, эта дверца. Большая. Да? Попробую открыть. Нет? Не получается. Что нужно? Что нужно? Ключик. А где же он, ребята, есть? Давайте-ка посмотрим. Везде, везде, везде. Кто же первый найдет этот ключ? Смотрите везде. И в партии, и под скамеечкой. Ищите. Родители тоже ищите ключик. А где? А где? Где? И под соборедкой. Везде может быть ключик. Ищите. Я ищу. Куда же он и будет? Ищите. Родители, под партией. Не можем найти. Я наш партией. Мои партией. Стой, 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 стой. Так, ищем, ребята. Исключим. Сморка? Нет. Ключик. Ищите. А, посмотрите под вашими стульчиками. Под партами. Смотрите, под партами. Смотрите, под партами нету. Под партами посмотрите. А-а-а. У кого? У меня. У тебя. Замечательно, ребята. Покажите. Сейчас мы его посмотрим, здесь или нет. Ну что ж, ребята. Дианочка нашла. Ну, ходи сюда, Диана. Вот он, золотой ключик. А заветные грецы все равно знали. Как ходи сюда, Диана. Ну-ка. Быстрее, быстрее, быстрее. Заходите. Садитесь, заходите. Так. Вот, пробуем. Ну-ка, восьми. Ты что ж, вы у меня такие лопкие, ребята? У меня те ребята были активные, а вы лопкие. Ну-ка. Раз, два, три. Попробуем. О-о-о-о. Вот, давайте. Чуть-чуть. Я, тёс, девято, садись. Что же здесь? Ребята, чтобы от упал пострадутся. Садись. Садись. Нужно обязательно пройти испытание. А что это, что испытание? Да надо что-то первое. Испытать что-то. Что-то испытать. А главное испытание такое, первое. Посмотрим, как он приготовил. А вы не боитесь испытание проходить? Нет. А что-то пробка. Ну-ка. Нет. Значит, справимся. Хорошо. Первое испытание. Как называется наша школа? Родители? Школа номер 25. Соби руки не поднимаем. Просто говорим, кто знает. Так, как зовут директора школы? Так, родители. Татьяна Николаевна. Как фамилия у вашей учительницы? Молодцы. Молодцы, знаете, не заблудитесь. А когда бывают самые длинные каникулы в школе? Третьяна Николаевна. Третьяна Николаевна. Правильно. А лучшая отметка ученика? Пятьяна Николаевна. Молодцы. Сколько мальчиков в нашем классе? Мало. Шесть. Шесть. Умнички. Молодцы. Сколько девочек в классе? Много. Быстрее. Пинадцать. Молодцы. А сколько этажей в школе? Три. Молодцы. А номер кабинета, где вы будете учиться? Саши, 305. 305. Помогайте родители. Дети. Да неужели родители пришли учиться? Да. Опережайте, отвечайте. А то я их буду учить, наверное. Ну, вперед отвечайте. Не против. Так. А сколько нужно преодолеть ступенек, чтобы попасть в наш класс? О. Вот. Но испытания вы прошли. А это ваше домашнее задание. Три. Завтра, когда придете сюда, вы мне скажете, сколько ступенек до нашего класса? Это первое домашнее задание. Первое испытание прошли. Второе испытание. Ребята, ладошки приготовили. Играем в игру. Это я, это все мои друзья. Но пройти испытание могут лишь те ребята. Кругой дружно отвечают. Это я. Там, где нужно. Родители помогают. Попробуем. Это я. Это я. Это я. Это все мои друзья. Я задаю вопросы. Родители помогайте. Кто в компании веселой каждый день жадает школу? Это я. Это я. Родители помогают. Родители работаем. Дальше. Кто из вас приходит класс с опозданием на час? Это я. Если не надо, тишина должна быть. Молодцы. Кто зимой мороза не боится, на коньках летит как птица. Это я. Это я. Родители помогают. Но родители не хотят поддерживать. Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? Это я. Это я. Это все мои друзья. Кто из вас из малышей ходит грязным до ушей? Это я. Кто домашний свой урок выполняет вон на срок? Это я. Это я. Это все мои друзья. Кто из вас хочет узнать? Любит Петя танцевать. Это я. Это я. Это все мои друзья. А Петя, танцевайте, хлопайте в ладоши, научите ваших родителей, чтобы много было. Что ж, два испытания нахожили. А вот третье испытание. Я даже не знаю, кто нас может выучить. В любой сказке, а коль Буратино у нас тоже пришел, то он и сказочный герой из сказки, то там есть какие-то волшебные слова, которые помогают всегда что-то совершить. Ну-ка, помогите. Ну-ка. Пожалуйста, еще. Спасибо. Пожалуйста. Волшебные слова и сказки. Спасибо. Ну-ка. Спасибо. Нет? Добрый. Крики, грабли. Всем золотим. Ой-ой-ой. Тебя-ка, три зрения. Крики, ну-ка. Крики, грабли. Крики, грабли. Кто сказал? Крики, грабли. Молодцы. А ну-ка, три, пробуем. Крики, грабли, грабли, гумс. Наверное, надо сказать три раза угродителей грунта. Крики, грабли, грабли, гумс. Громче. Крики, грабли, гумс. Еще. Крики, грабли, гумс. Отлично открылось. Интересно. А что же тут дальше у нас? Светик. Светик. А он тоже не случайно здесь, ребята. Что же это такое? Помните? Помогал он по волшебной цвету? Лесточек? Лепесточек. Помогал? Да. Вставьте, пожалуйста. Сейчас он нам поможет. Так. Откройте глазки. Ничего страшного. Вы шарики оставьте, чтобы они не хлопали. Встаем. Кто прослушал? Встаем. Закрываем глазки логошками. Так. И я сейчас вам напомню эти слова. А вы пока послушайте. Потом вместе вы должны сказать. И кто с душой и сердцем будет говорить эти слова, тот окажется в стране знаний. Я напоминаю. Иди, лети, лети, лепесточек через запад на восток. Пока слушайте. Через сверху, через юг, возвратись в тело круг, лишь коснешься ты земли, в стране знаний быть в небе. Типа со мной. Ну как вы помните эти слова? И... Иди, лети, 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 лесок, через запад на восток, через север, через юг, возвратись из тела круг, лишь коснешься ты земли, в стране знаний быть в небе. Открывайте глаза. Сказывайте, вы не просто не знали. Садитесь. Мы сейчас в волшебной комнате. А волшебная комната называется класс. И здесь, ребята, есть самый главный волшебный. Кто? Учитель. Учитель, которого каждый из ребят слушается и все выполняет, что он говорит. А еще есть очень важный. Важное звание ученика будет. И вот сейчас каждый из вас должен постараться, чтобы стать сегодня из маленьких девочек и мальчиков, превратиться в настоящих учеников. А для этого прилягте, пожалуйста, на пальцы. Прилягте на пальцы. И послушайте на пальцы. Ребята, есть учитель, волшебник. Есть волшебное звание, гордое звание ученик. И волшебное комнате. Здесь вот такой стол, который называется парта. Раньше назывался. Правильно. Действительно, моя парта не похода. Но привыкли так. Закрывайте свои глазки, немножечко отдыхая. И послушайте на вас мудрые советы парты. Утро. Рано просыпайся. Хорошенько умывайся. Чтобы в школе не зевать, носом в парту не плевать. Одевайся аккуратно, Чтоб смотреть было приятно. Форму сам погнать. Поверь, ты теперь уже большой. Теперь привычай себя в порядку. Не играй с вещами в прятки. Каждой кишкой дорожи. Чистоте партфель держи. Ребята, бежим, слушаем. Это парта говорит. Это не я, Анечка, лажись. На уроках не хихикай. Стол туда-сюда не двигай. Педагога уважай. И соседа не мешай. Не дразни, не зазнавайся. В школе всем помочь старайся. Зря не пулься, будь смелее. И найдешь себе грузей. Правильно. Вот и все мои советы. Их мудрей, и прочее нету. Ты, дружоток, не забудь. В страну знаний держишь путь. А теперь встань. Робка в подъеме головочки. Ребята, тем, кто будет выполнять мудрые советы парты, у него все всегда получится. Потому что именно с ним вскоре нам придется учиться 816 дней. Пройдут 32 тысячи уроков. И вы здесь будете находиться именно в учебное время. 50 тысяч часов. 4 весны, 4 осени и 4 зимы мы будем учиться здесь. Ну что ж, ребята. А, наверное, у каждого ученика еще должно быть шутки, чтобы попасть в страну знаний. Да? Да. Что? С чем ходят? В портфеле. В портфеле. Вот сейчас вы будете поднимать ручки. Мы посмотрим, кто догадывается. И уже готов к школе. Что лежит в портфеле? Я дочитываю до конца, а вы поднимаете ручку, кто угадал. Что ж там должно быть? Если ты его отучишь, нарисуешь все, что хочешь. Солнце, море, горы, пляж. Что же это? Да. Молодцы. Ручки поднял, родители? Смотрите, дети догадались. Грамоты не знаю. По всю жизнь пишу. Что это? Руки. Не давайте без рук, только кто догадался, руки поднимайте. Хорошо? Так. То я в клетку, то в линейку. Написать по ним. Сумейка. Можешь нарисовать, что такое. Я практически не знаю. Молодцы. Родители, смотрите, у кого ручки подняты. Если ей работу дашь, зря трудился карандаш. Вещи. Вещи. Правильно. Примотал. Моя главная черта. Линейка. Линейка. Линейка, правильно. Много вещей в портфеле ученика, но нет пока самое главное. Попробуйте, отгадайте, что это. Я все знаю, всех учу, но сама всегда молчу. Чтоб со мною подружиться, надо грамотнее учиться. Азбука. Азбука, книга. Свою первую азбуку вы получите в ближайшее время. Возможно, ребята, завтра. Аси Дмитриевна поехала уже за ней. Дорогие первоклассники, первый раз пришли в школу, первый раз, первый класс. Все для вас сегодня новое, все волнует вас сейчас. А зачем ты ходишь в школу, Вань? Зачем ты ходишь в школу? Учиться. Учиться, Даша, а зачем учиться? Чтобы знать все. Диана, правильно, чтобы много знать. Да, Дашенька, молодец. А на что нужно учиться в школе, как ты думаешь, на пятерке или на двойке, Машенька? На пятерке. На пятерке, правильно. Анечка, а кем ты будешь, отличницей или двоечницей? Отличницей. Отличницей. Никит, а вот двойникам, мне кажется, легче. Как ты думаешь? Ничего не делать? Или все-таки отличником лучше быть? Отличником лучше быть. Да? А почему? Как ты думаешь? Потому что. Саша, а ты сегодня волновался, когда в школу шел? Нет. Не волновался, смело пришел в школу. Замечательно. Англеша, ты с кем пришел в школу? С папой с мамой. С папой с мамой. Восколько ты сегодня встал? В 7 утра. И успел все сделать? Замечательно. Вадим, а ты, например, вчера всех на ноги поднял, да? Чтобы там позвать, и форумы тебе, да? И скольпинку, кстати. Собрали тебя, да? Я в пол девятого встал. Если тебе на линейке понравилось у нас? Можем в школе в пол девятого встал. Стоять на улице. Вот сейчас в девятого встал. Ульяна, а какие у тебя вот мечты? Вот вы волшебные помните. И здесь каждый день можно давать какие-то определенные подарки. Какого подарка? Я не могу. Я в 3 часа первая. А ты, Анечка, такой подарок хотела бы получить? Тоже пятерку. А ты, Анечка, такой подарок хотела бы получить? Пятерку. Пятерку. А теперь не повторяемся. Придумай другой подарок, Лиза. Азбу. Азбу хотела бы. Ну-ка я всех опрошу здесь. А Анечка что хотела бы получать? Вот самый лучший подарок здесь. В волшебной комнате. Какой? Ну, любой. Ну, говори пятерку, ладно. Юля, ты не придумала что-то другое? Книжку. Книжку. Так, ну иди, Анечка, и что ты добавишь? Тетрадку. Тетрадку тоже надо, ребята. И книжки, и тетрадки. Все это вам дадут. Но главное... Но главное, первый ряд, вот главное, зачем ходят в школу, чтобы получать что? Ну, пятерки. Ну, пятерки же не могут сами прийти. Что нужно получать? Знамя. 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 Правильно, ребята. Знамя это самое главное достояние. Ну что, вы молодцы, ребятки. Так, смотрите, вот этот ключ я всегда ношу с собой. Всегда. К тому, что уложили. Как только я прикоснусь к одному из девочек и мальчиков, а не сразу ты одному из ребят, из девочек и мальчиков, волшебной ручкой, которую мне подарил наш Буратино из страны знаний, то каждый ребенок из девочки и мальчика превращается в настоящего мужчинка. Сейчас, ребята, ну, пожалуй, наверное, закрыть глаза нам надо. А вы тогда сдайте, что у вас там в одной ситуации. Закрывайте глазки. Закрывайте глазки. Как только Аня. И вы почувствуете, что вы настоящие уже ученики. Вы открываете глазки и выходите в доске с открытыми глазами. Сейчас закрываем. Кто не почувствует, сидите. И так, родители. Не-не-не, не сейчас. Не сейчас, родители. Не сейчас. Забирайте глаза. Так, закрываем. Вы раздайте к вам либо пыльте. Я думала, каждое время своему укладу. Так, закрываем глазки. Не-не-не, там, держите. Вы меня не поднимаете. Так, держите. Держите так. Так, я прикоснусь, как только вы почувствовали, что вы уже не девочка и не мальчик, а школьник. Открывайте глазки и стройте сюда с кем. Тихо. Тут должно быть шеф-секом. только вы уже поняли, что вы ученик или ученица. Прямо вставайте и к доске. КОНЕЦ иначе. Шеф-секом. Продолжение следует... 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 Вот такой попальный лист. Это те ребята, которые видели на линейке и выручали, кто будет старательным, внимательным учиться на одни пятерки, тому вот так вот управление образованием директора школы лично печатью скепленно выручается попальный лист. Я желаю, чтобы у каждого из вас было стремление получить попальный лист. Ну, ребят, что же это за праздник, если в волшебной комнате не происходят какие-то чудеса? А чудеса произошли. Я вам объясню, почему. Потому что вот там, сюда, пришла посылка и написано. Первый А, школа номер 25, ну, скажем, номер 25, первоклассник А. А я не знаю, вы уже первоклассники или нет. Я сейчас проверю. Первый А, школа номер 25, давай, подожди. Ой, ребят, не получилось. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, у вас все получилось. Подскажите, друзья. Здравствуйте. 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 Ой, у вас не получилось, наверное, подскажите. Говорить ничего не надо, только в провазе. Молча, ребят. Конечно, пожалуйста. Наконец-то. Здравствуйте, первоклассники. Здравствуйте. Сегодня можно было поздороваться, а дальше мы научимся всем правилам, которые будем соблюдать в школе. Садимся. Ну что ж, тогда, возможно, придется купить ее спечатать. Что же здесь такое? Ребята, у вас здесь. Книжка волшебная. И называется она «Золотой ключик». Дорогой первоклассник, от всей души поздравляем тебя с наступлением самого важного дня твоей жизни 1 сентября. Эта бандитерская фабрика славянка прислала эту волшебную книжку. А прочитаете вы ее дома. Уважаемые родители, идите ко мне, чтобы смелее. И помогите раздать, вручить вашим детям. И что, может, не читайте, не открывайте. Она волшебная, только дома можно открыть и дома можно прочитать. Каждое утро вы будете приходить со мной вместе в нашу столовую, где вас будут поить самым вкусным, самым полезным и самым волшебным, а тем чем? И вот эти подарки нам также сегодня прислали в интересной большой посылке. Ну-ка, папа, раздайте нам кружки, чтобы вы крепкими пили. Все, папа, которые у нас есть, берите к кружке. Так, помогает тебе раздавать. Так. Дома откроешь и посмотришь. Никита, положи на стол. Положи на стол. Положи на стол. Положи на стол. Посмотри сюда, пожалуйста. Посмотри сюда, пожалуйста, Никита Логинович. Спасибо. 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 Вот, ребята, началось наше первое путешествие в страну знаний. Каждый день я желаю вам, чтобы каждый школьный день был для вас маленьким открытием. Все, ребята, первый урок у нас закончен. Уважаемые родители, тем, кто написал записочки и хотите забрать, вы можете забрать первоклассников с собой. Завтра, сегодня, ну, на скате мы планировали сегодня риск конкурс рисунка в танце, который рисует на время, в два часа. Те, ребята, кто захочет подойти, поучаствовать в конкурсе рисунка в два часа, подойдете ко мне сюда в классе. Какие? Первая математика, русский не надо, первая математика и все. Математика еще, да? Да. Спасибо вам за цветы. Спасибо вам большое. Математика, ларуя, чертевички, и все. Иди на. Что же ты делаешь? Спасибо. 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 Вань, давай шарик. Давай, шарик. Давай, шарик. Давай, за шариков не видно. Вас не видно, да. Так, ну я для вас мальчика. Снимай. Ну, потом еще шариком встал. Да, мы мне оставали? Для последней партии. Улыбайся. Сейчас, подожди. Да, не забывай. Юля, куда туда? А вот сюда чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Сюда. Двиньте на полшага. Еще. Вот так стоит, как видно. Нормально. Сделай рот. Лера. Ровно встань. Все. Дальше. Еще будет стараться. Работать. Все. 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 Продолжение следует...